90% участников публичных слушаний не поддержали запрет реагентов на дорогах Красноярском. С такой инициативой выступали депутаты городского совета. Они предложили не использовать противогололедные материалы на магистралях без ливневок, то есть на большинстве дорог Краевого Центра. Подробнее об итогах бурного обсуждения расскажем далее. Проект будет внесен для утверждения на сессию городского совета Красноярска. Окончательное решение вносить или не вносить изменения в правила благоустройства будет приниматься именно на нем. Последнее слово в этом вопросе будет за депутатами горсовета. Но уже известно, общественность поправки в правила благоустройства не поддержала. 48 против и только 6 человек за. Речь идет о запрете использования противогололедных материалов на дорогах, не оборудованных ливневой канализацией. А таких в Красноярске больше 80%. Отказаться предлагают не только от скандального Бионорда, но и от любых реагентов. Еще раз подчеркну, Госавтоинспекция не выражает никакую позицию относительно использования одного или другого противогололедного материала. Все нормы, которые касаются содержания автомобильных дорог, в том числе в зимний период, они будут регулированы действующим законодательством. Госавтоинспекция выступает за любые способы содержания дорог в нормальном состоянии, чтобы они были очищены до черного асфальта и разметки. При этом статистика ГИБДД показывает, число аварий уменьшается, когда используют реагенты. За текущий год в городе произошло 153 аварии из-за неудовлетворительного состояния дороги. В прошлом году, когда применяли дорожные реагенты, в том числе Бионор, таких аварий было всего 22. Эта больная тема для красноярцев обсуждают ее уже не первый год, и на этот раз даже не все желающие смогли попасть на слушание. Они проходят в режиме все еще действующих ограничений, возможно, 75% заполняемости. Но мнение тех, кто не смог высказаться очно, также учтут. Есть возможность послушать прямую трансляцию, которая ведется, она будет выложена, потом можно ознакомиться. Точно так же с материалами можно ознакомиться, они висят месяц уже на сайте администрации города, и дальше будут, собственно говоря, там размещены. По почте можно прислать свое мнение и предложение в любом виде, в любой форме. Там есть специальная форма для облегчения, соответственно, приложить копию паспорта, и все будет учтено. Внести предложение и замечание можно до 12 апреля. После комиссия подведет итоги и передаст все данные в городской совет. Там народные избранники и определят дальнейшую судьбу реагента на дорогах Красноярска.